Друзья мои, всем большой привет! Я очень рада всех вас приветствовать на моем канале. Сегодня я занимаюсь черенкованием своих комнатных растений и решила показать вам, что я буду делать со своими черенками. Возможно, кто-то из вас получит для себя полезную информацию. Начну я с герани. Обычно герань я никогда не черенкую, потому что зимой всегда мало места. Я всегда черенковала ее сразу в открытый грунт. Она без проблем быстро нарастает, зацветает. Но я хочу именно этот сорт размножить, и поэтому хочу, чтобы у меня к началу сезона были уже сформировавшиеся кусты. Сейчас я сниму с нее череночки. Я буду снимать зеленые черенки, не одревесневшие. Сейчас вам все это покажу. Сейчас я снимаю вверх. Муки герани я пока отставляю, я начала именно с герани, потому что я оставлю их хотя бы на час, чтобы места срезов затянулись. Я буду укоренять герань или в перлите, или в земле. Сегодня мы укореним ее двумя способами, пока ее и отставляю, и будем заниматься другим растением. Сейчас я буду заниматься фуксией. Вот такая у меня фуксия, которую я пустила на штамп. Сорт УАЗа Бло, и я решила его пустить на штампик. Ну вот здесь, как видите, покажу вам поближе, нас не было почти три недели дома, и для штампа такие вот недопустимые вещи. Вот видите, выгнала он пасынок вот такой. Я сейчас его буду убирать, потому что, конечно, все это, что вот здесь в междоузелях выросло, это для штампика очень плохо. Вот это все сейчас буду выщипывать, все это буду снимать, потому что это все ослабляет рост штампа. Такой побег, конечно, для штампа, я даже его попробую укоренить, пущу его на черенкование. Так, а это все, что у нас выросло в междоузелях, все это выщипываю аккуратненько, потому что штамп должен быть сильным и здоровым. Вот это тоже. Вот здесь, видите, вышел побег, я тоже его буду снимать. Так, ну вот все, все, что идет междоузель, междоузель это вот расстояние между листом и стеблем, это называется междоузель. Если что-то отсюда выходит, все это нужно убирать, снимать, чтобы, если мы пускаем это на штамп, чтобы штампик у нас вырос сильный и не был слабым. Ну вот сейчас я хочу нарастить шпажку, я не буду ее менять, потому что штампик уже, видите, перерос в шпажку. Нужно ее нарастить, чтобы не травмировать корневую, я просто ее пока наращу, а потом уже весной при перевалке в другой горшочек я, конечно, заменю другую опору, более мощную сделаю. А сейчас пока просто хочу ее нарастить, чтобы лишний раз растение не тревожить. Так, и сейчас вот такая у меня эластичная есть такая мягкая штучка, я штампик закреплю, чтобы не было перетяжек, нужно закреплять чем-то эластичным. Чтобы штампик мог легко утолщаться и не появлялась перетяжек на штампе. Так, ну вот так штампик наш готов. Пока я его еще подержу, он у меня растет на подоконнике, где температура 18 градусов, я еще подержу его с недельку в комнате, потому что не совсем он, видите, штамп еще растение молодое, не совсем одревеснел. И, ну, все-таки через недельку я хочу его убрать на холодную веранду, есть у меня прохладная веранда, где температура 5 градусов, не опускается ниже нуля, то есть на 2 месяца я отправлю его отдохнуть. Так, все, с этим штампиком пока я его отставляю, потом покажу, что еще буду с ним делать. Здесь у меня фуксии, которые я черенковала, у меня сорт Суперспорт по ампельной, черенковала я их 20 октября. Жили они у меня вот так в тепличке, в таком состоянии, ну, тоже нас не было почти 3 недели дома, они уже переросли, но уже неделю они у меня стоят. Просто вот в этом мире, без крышки, они уже адаптировались, и сегодня я их буду отсюда убирать. Сейчас я вам покажу, вот, смотрите, видите, здесь вот уже корешки, хорошая корневая наросла, я все вижу, что они хорошо пошли расти, и сегодня я, пожалуй, его уже прищипну, уберу макушку, вот так. И он у меня пока будет в этом стаканчике развиваться. Так, это тоже, этот же сорт Суперспорт, тоже, вот видите, корешки. Не знаю, видно вам, да, то есть корешки уже видно через стаканчик, растение прижилось. Уже можно его отсюда убирать. Так, а здесь у меня фуксия стояла в воде. Это у меня Изабелла 23-го, 10-го. И вот такие корешочки. У нее уже хорошая корневая, сегодня она у меня отправится в грунт. Так, я подготовила грунт. Грунт я люблю брать для размножения, для черенкования комнатных цветов. Я делаю вот такой для фиала. Ну, сюда я добавляю еще примерно на 2 литра такого грунта. Я добавила 200-граммовый стакан вермикулита и 200-граммовый стакан перлита, чтобы грунт был более легкий, облегченный. Так, сейчас стаканчик набираем в грунт. Я его увлажняю, чтобы не переувлажнить совсем немного. И аккуратненько ничего не давить, не вдавливать, чтобы корешки стояли в воде очень нежные. Лучше вот так потрясти, чтобы не повредить корневую. Очень-очень. Грунт очень легкий, но сейчас при поливе он сам осядет. Поливаю наш стаканчик. Вот в прозрачном стаканчике очень хорошо видно, что грунт смочился. Чуть-чуть еще подаю. Главное, не перелить. И все равно этот стаканчик я отправляю в тепличку. Так как этот черенок стоял в воде, в тепличке, я подержу его еще недельку. Все, вот так он сейчас там у меня. Постоит недельку. Писала Изабелла 9 декабря. А через недельку я его открою крышку и буду его постепенно адаптировать к комнатным условиям. Так, все, это наша фуксия отправляется на укоренение. А сейчас я буду укоренять вечно светущую бегомию. У меня она находится в горшках. Три маточника я всегда держу дома. В общем-то, я никогда ее не черенкую. Я обычно весной достаю вот такой кустик из горшка, делю его на несколько частей. Ну, примерно вот такой куст я делю на 6-7 кустиков. Один куст я отправляю обратно в горшок, меняю в горшке грунт, отправляю обычно обратно его в горшок. И это у меня остается как маточник. Маточник нарастает за лето. Очень удобно. А остальные черенки с кусочком корня, самое главное, чтобы был небольшой кусочек корня. И тогда моментально бегония принимается и очень быстро зацветает. У меня вот три вот такие горшка, три цвета, розовая. Вот, как видите, розовая бегония. У меня розовая, белая и красная. И мне вполне трех таких маточников хватает, чтобы озеленить свой участок. Ну, у меня не только одна бегония, вот именно для бегонии мне хватает три таких горшочка. А сегодня я хочу укоренить. Мне дали другой, поделились со мной другой сорт бегонии. У меня нет такой бегонии. И я хочу ее укоренить двумя способами. Первый способ – это я замочила перлит. Хочу зачерняковать в перлите. Вот здесь у меня уже замоченный перлит. Вот, как видите, он мокрый, он хорошо промок, но влаги такой, чтобы снять тепла, здесь нет. Видите, вот такой мокренький перлит. Я насыпаю в горшочек, в стаканчик, где-то примерно сантиметра полтора-два. И подготовленный уже черенок. У меня здесь два междоузлия. Одно будет у меня наверху с двумя листочками. И одно междоузлия пойдет у меня в перлит. Отцеплю еще. Так. Ну, вот такой получился горшочек. Стаканчик с бегуней. У меня три черенка. Естественно, здесь сделаны дырочки, стаканчики, чтобы лишняя влага стекала, чтобы ничего не загнивало. Я просто хочу для себя посмотреть, в каком варианте быстрее бегунья укорениться. Вот такой же черенок. Два междоузлия. Одно будет наверху, а одно я отправляю в перлит. Этот же грунт, который я использовала для фуксии. Легкий, облегченный. Увлажняю. 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 Увлажнять нужно очень аккуратно грунт, чтобы его не перелить. Грунт должен быть влажный, но с него не должна течь вода, иначе черняки могут загнить. И отправляю третий черенок в грунт. Всё, отправляю эти черенки вот в такую тепличку. И минимум на две недели я про них забываю. Буду, конечно, посмотреть, открывать, если там будет собираться конденсат на крышке, нужно приоткрывать, проветривать. Но, в общем-то, через две недели уже должны начать появляться корешки. Через две недели проверим, и я вам покажу, где быстрее укоренится бегония – в перлите или в грунте. Так, ну и теперь наши черенки с геранию полежали уже почти час, и я начинаю заниматься черенками. То же самое я проделаю с черенками герани. Вот у меня вот такой череночек получился. Я также для себя хочу посмотреть, где лучше будут и быстрее укореняться черенки. Один я отправлю в перлит. А один также отправлю в такую же смесь, смесь, которую я делаю для фуксий. Увлажняю слегка. Самое главное, чтобы не переувлажнить, чтобы черенок не загнул. Тем более геран, я всегда ее лучше не дали, чем перелить. вот здесь я листочки обрежу, потому что очень большие крупные листья тоже будет… лист испаряет очень главу, будет тяжело укрениться. Я листочки наполовину укорочу и отправляю черенок в землю. Вот такой черенок у нас получился с землей. Так, и остался третий черенок. Убираю тоже листочки наполовину. У меня получилось три черенка. Два черенка я сделала в грунт, зачеренковала и один в перлите. Также я их ставлю в тепличку, потому что у меня в своем доме температура у нас не очень жаркая. Поэтому, чтобы была постоянная температура, я оставляю их в тепличке также примерно на две недели. Ну, конечно, буду проверять и посматривать. Самое главное, герань, я считаю, не залить, не перелить. Она очень легко может загнить. Так, оставляю это тоже на укоренение. И потом покажу вам, что получится. Что я буду делать дальше своими фруксиями. Черенками. Так, здесь вот такая у меня фруксия уже. Я ее прищипнула. Видите, вот я ее прищипнула и пошла. Это пустовая фруксия. И уже пошли в пазухах, уже пошли растили росточки. Так, теперь я, что я буду делать дальше. Какой я делаю уход в зимнее время. Я подкармливаю фруксию вот таким биогумусом. Один раз в месяц я все равно ее подкармливаю вот таким биогумусом. Сейчас я ее пролью. Подкармливаю биогумусом 5 миллилитров на 1 литр воды. И пролью фруксию вот таким раствором. Затем я, так как у нас живой в квартирах сухой воздух. Афуксии очень любят сосущие насекомые, такие как белокрылка, клещ. Я припудрю табачной пылью. Прямо вот так у меня табачная пыль в контейнере закрытая. Я беру ложечкой и по полютой поверхности я вот так ее слегка припудриваю. Это такой метод профилактики от клеща, от белокрылки. Они не любят табачный запах. Я припудрю его. И один раз в месяц я поливаю фруксией октарой. Октарой я развожу 1 грамм на 10 литров. Вот здесь 4 грамма. Это значит, ну, в общем-то, вот такого пакетика мне хватит, конечно, на всю зиму. 1 грамм на 10 литров я проливаю все свои, в общем-то, комнатные растения. Я их не опрыскиваю, а проливаю, потому что все листья пропитываются вот этой октарой. И тогда, в общем-то, белокрылка, клещ, ну, процентов на 90, что она не заведется. Еще я очень буду следить, конечно, за, между узелем своего штамба. Сейчас я измерила расстояние, и она пока у меня не потянулась. Ну, вот так сейчас вам покажу. Вот, смотрите, я замерила в начале, когда это было, летом она росла, 3 см. И замерила последнее, между узелем, также 3 см. То есть пока она у меня не тянется, у меня на подоконнике 18 градусов. Это, конечно, многовато для фуксии. Но подержу ее еще немножко, но все равно я ее отправлю на прохладную веранду. Я хочу, чтобы штамбик был более сильный, чтобы он не вытянулся. Если он сейчас потянется, то растение начнет слабеть, и штамб будет некрасивый. Ну вот, в общем-то, все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я прощаюсь с вами, если какая-то информация для вас была полезной. Мне очень приятно. В общем, буду рада, если вы поставите лайк, если вы первый раз зашли на мой канал. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok